Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск новостей этой пятницы в студии Марина Павлова. Несмотря на решение главы республики всячески помочь сырьем Крым-молоку, дирекция предприятия в ультимативной форме увольняет сотрудников. Сегодня, если мы увольняемся, нам заплатят полтора оклада. Если мы сегодня не уволимся, в понедельник это будет чистый оклад. В Севастополе задержан серийный убийца женщин. Проявлена тщательная системная работа. По ее результатам выявлено совпадение ДНК одного из проверенных мужчин со следами на нескольких местах происшествия. Несмотря на обещание крымского правительства восстановить деятельность предприятия Крым-молоко, собственники производства отказываются поддерживать власть в этом вопросе. Отказываются и от сырьевой поддержки со стороны Минсельхоза республики. А людям предлагают очень интересные условия увольнения, какие узнавал Егор Петрунин. Даже несмотря на то, что в Министерстве сельского хозяйства республики для предприятия Крым-молоко нашли 20 тонн сырьевого материала, чтобы поддержать производство, собственники предприятия все же настроены его закрывать, уверены рабочие. Так как моральный прессинг со стороны руководства не прекращается, люди массово увольняются, уже не веря в то, что ситуация разрешится в их пользу. Мы сегодня были утром в Министерстве сельского хозяйства республики Крым, которое отчиталось, что они нашли для нас молоко, что предприятие должно работать. Глава нашей республики Сергей Валерьевич Аксенов распорядился, чтобы наши предприятия запустили и началось производство. Но за все это время наше руководство даже не позаботилось о том, чтобы связаться с Министерством сельского хозяйства. Мы хотим поинтересоваться, что для нас нашли продукцию за 11 дней. А вот условия для увольнения персонала и того интереснее. Похоже, решающий фактор в этом вопросе время. Предлагает буквально следующее. Если уходишь сегодня, получаешь полтора оклада. Но завтра это же будет стоить намного дешевле. Сдают помещение в аренду. Ходят сюда арендаторы, смотрят наши помещения производства в аренду. Сегодня наш руководитель собрал нас и сказал, что если мы не будем приходить на работу в 9 и уходить в 6 часов, нас уволят по статье за нарушение трудового порядка. И сказали, сегодня последний срок. Если мы сегодня не уволимся, сегодня, если мы увольняемся, нам заплатят полтора оклада. Если мы сегодня не уволимся, в понедельник это будет чисто оклад. О некоторых отдельных сотрудников делятся люди своими впечатлениями о действии руководства и вовсе словно стараются довести до ручки, не стесняясь при этом в выборе самых жестоких методов воздействия. Женщина проживала на территории Крым-Молока в общежитии. Им просто взяли, выключили свет и говорят, мы вам включим свет только когда вы подпишите увольнительную свою. К настоящему моменту инициативная группа сотрудников предприятия ждет, пока с ними свяжутся представители Минсельхоз Крымской Республики, которые обещали максимальную поддержку и содействие тому, чтобы крымский производитель остался на крымской земле. Там даже составили и передали в прокуратуру Крыма официальный документ, гласящий о том, что предприятия хотят закрыть намеренно. Но, как считают сами люди, надежды на то, что Крым-Молоко заработает снова, с каждым часом остается все меньше. Егор Петрунин, Юрий Земной, Служба новостей ТВ. Сотрудники Следственного управления Следственного комитета по Севастополю раскрыли серию убийств женщин, совершенных с 2009 по 2015 годы на территории Нахимовского, Ленинского и Гагаринского районов города Героя. Им оказался 35-летний мужчина, работник строительной сферы. Семьянин, воспитывающий двоих несовершеннолетних детей, к уголовной ответственности не привлекался. Почерк один. 60-летняя пенсионерка, 20-летняя студентка и 37-летняя женщина были задушены поздним вечером. Первое было совершено еще в январе 2009 года. Чтобы раскрыть преступления, специалисты заново провели исследование с применением новейших методов и использованием криминалистической техники, которой ранее в Севастополе не было. Для установления преступниками и сотрудниками Следственного управления совместно с экспертами главного управления криминалистики проведена тщательная системная работа. По ее результатам выявлено совпадение ДНК одного из проверенных мужчин со следами на нескольких местах происшествия по уголовным делам об убийствах. 21 января этого года при содействии сотрудников спецподразделения ОМОН «Беркут» и уголовного розыска ОМВД России по Севастополю подозреваемый был задержан. Он будет проверен на причастность к совершению других аналогичных преступлений. Двое бывших сотрудников полиции, признанные виновными в превышении должностных полномочий, Следственный комитет Российской Федерации по Республике Крым собрал доказательства, которые признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора Константину Прудникову и Валерию Ложкину. 26 июня 2014 года сотрудники полиции проводили оперативные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению убийства местной жительницы, применили физическое насилие к двум мужчинам, тем самым нарушив их права и законные интересы. В итоге суд назначил Прудникову и Ложкину наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, которое применено условно, лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на три года. А потерпевшие получат за причиненный моральный вред сумму в 40 тысяч рублей с каждого подсудимого. Общественная палата Крымской Республики провела расширенное заседание, главной темой которого стал вопрос предстоящего сноса здания Крымского академического театра «Кукол». По результатам обсуждения крымские общественники пришли к выводу о необходимости создания поста общественного контроля за этим процессом, о чем еще говорилось на заседании в нашем следующем видеоматериале. В конце 2015-го решение Комитета имущественных и земельных отношений о сносе здания Крымского академического театра «Кукол» вызвало немалый общественный резонанс. Широко обсуждаемым остается этот вопрос и сегодня. Именно поэтому он стал первым на повестке дня расширенного заседания Общественной палаты Республики. По результатам проведенного осмотра и совещания, которое мы там провели, сделаем вывод, что нынешнее здание Крымского театра «Кукол» находится в аварийном состоянии, строительство нового здания, которое планируют назвать Крымский государственный центр детского театрального искусства, необходимо. И строительство это рассчитано на три года и будет профинансирование средств федеральной целевой программы. На период строительства нового здания коллектив театра разместится в помещении Крымского академического русского драматического театра имени Горького. Контролировать снос и будущее строительство необходимо, пришли к выводу члены Общественной палаты Крыма. Так как многие подобные проекты уже не раз перерастали в заброшенный долгострой. Что в центре крымской столицы сегодня попросту неприемлемо. Еще один вопрос, требующий участия со стороны общественности – готовящийся законопроект по экономическим отношениям населения Крыма с украинскими банками, который также стал темой весьма резонансной. В условиях экономической, транспортной, продовольственной, энергетической блокады Республики Крым принятие закона, который фактически легализует деятельность украинских банковских учреждений, направленную на возвращение кредитных средств при категорическом отказе с их стороны возмещения депозитов, размещенных в данных учреждениях, приводит к предсказуемой крайне негативной реакции со стороны населения. Даже в том случае, когда граждане Крымского полуострова будут вынуждены вернуть долги своим украинским кредиторам, отметил председатель Общественной палаты Республики, первое и самое главное, что должно быть соблюдено при этом – элементарные права человека. В частности, добавил Григорий Йоффе, необходимо сразу же исключить возможность возврата недвижимого имущества, оформленного по ипотечным кредитам. Егор Петрунин, Служба новостей ТВ. Во второй части выпуска не пропустите. Буква закона соблюдена. По договору газ в частном доме появится до конца мая. А вот если разобраться по совести, почему семья пенсионеров должна жить зимой в нечеловеческих условиях? Хотя бы до конца бы сделали бы нам. До этого дома, как и в январе, хотя бы до конца бы сделали. Аэропорт Симферополь отмечает 80-летие. Тепло оплачено, но не получено. А в доме у пенсионеров в селе Пионерское Симферопольского района холоднее, чем на улице. В таком положении семья Демченко оказалась после того, как решила провести газ. Работы начаты, но не закончены. Теперь пенсионеры мерзнут в собственном доме. Единственным источником тепла в доме у валида второй группы – вот этот обогреватель. Днем пенсионеры включают его на кухне, чтобы приготовить, кушать, а вечером уносят в спальню. Тяжелее всего приходилось в период блэкаута. Никак, света нету, значит никак. Раньше дом топили углем. Накопить на голубое топливо удалось после того, как стали получать российские пенсии. Старый котел выбросили, купили новый – газовый. Все вроде бы хорошо, но только долгожданное тепло так до сих пор и не пришло. Газовщики приехали, сделали отворот вокруг дома и внутреннюю проводку. Вот эти вот поставили краны для котла и для колонки. И посоединили вот эти блестящие шланги. Почему остановилась работа, Николай Владимирович не знает. Неоднократно обращался к Рымгассете. Но там по непонятным причинам отправляли то к одному специалисту, то к другому. Тогда он решил написать главе республики Сергею Аксенову. Там письмо получили, обещали рассмотреть его жалобу. Но только через месяц. Однако пенсионеры бьют тревогу. Крещенские морозы без отопления не переживут. Я не знаю, я не знаю. Вот дай бог, если бы хотя бы до конца сделали бы нам до этого дома, как в январе хотя бы до конца бы сделали. Супруга Николая Владимировича не может сдержать слез. В доме только сделали ремонт. Наклеили обои, отремонтировали потолок. Но старание пенсионеров сведено к нулю. От сырости отклеились обои, плетя нараздела стены. В сложившейся ситуации у инвалидов второй группы все, что есть в аптечке, пошло в ход. Болеют они теперь чаще. Здесь все обои, видите, какие. Все мокрые, мокрые. Вот этой шваброй я снимаю всю плесень. Вот так вот. Видите, вот всю плесень снимали. Семья Демченко завистливо смотрит в дома соседей. Они заявку на подключение газа подали позже. Но им голубое топливо провели раньше. Пенсионеры уверяют, у них все отплачено. Обещали, работы должны были закончить еще в декабре. Вот здесь заканчивается труба. И вот это их работа. Они должны той основной трубы довести. У нас все уплачено. Так что вот эта проблема вся вот в этом. Вот в куске в этом проблема вся. Вместе с нашей съемочной группой пенсионеры вновь отправились в Крымгассете. Там объяснили, договор заключен на год сроком до 29 мая. По факту предприятие ничего не нарушает. Технологические присоединения начали выполнять в декабре месяце. Так как вы понимаете, у нас количество потребителей за 160 тысяч абонентов. И соответственно обращений в течение года было массой. Поэтому сейчас планомерно мы отрабатываем все заявления, которые к нам поступали. Договорные обязательства свои выполнили. Проблему затянувшейся работы специалисты объясняют. Нехваткой персонала и минимальным финансированием. Однако жалобу выслушали и обещали пенсионерам ускорить строительные работы. Мэри Бадунс, Евгений Стариков, Служба новостей ИТВ. Душ в необычном месте. Крыша в доме на улице Кондрашина в поселке Октябрьский Красногвардейского района протекает вот уже несколько лет. Жильцы стали бить тревогу, когда вода стала просачиваться в электрощитки. Обращались к коммунальщикам, но проблему так и не устранили. Тогда жители решили написать коллективное письмо журналистам с просьбой вмешаться в ситуацию. Проходите в мою комнату, ничейную, потому что не живем в этой комнате. В таких условиях жить невозможно. В квартире у Лидии Тимофеи, но эту дверь редко кто открывает. Оно и понятно, объясняет хозяйка. Сырая комната, отвалившийся потолок и стены в плесени. Протекает крыша на улице Кондрашина уже 20 лет. Жильцы устали бороться с бездействием властей. Контрастный душ в период ухудшения погодных условий стал для них чуть ли не нормой. И в таких реалиях вынуждены жить 18 квартир. Я ходила в наше ООО, говорю, вы хоть залезьте, покажите, где перекрывать, где нахрен. Может, я говорю, своими силами уже буду делать. Потому что вы не сделайте, там очень плохая крыша. Приспособилась в каком месте она уже таким сильно обильным, таким льет. Я уже ставлю эти чашки. Вот так вот бывает, вот столько воды сразу натекает. Наталья Калмыкова свет в доме не включает, боится. Женщина опасается пожара. В квартире постоянно летают искры. Я только включаю, подхожу, оно все таким хлопками. Если бы я дома не была бы, где-то отошла бы или ушла в поселок, оно бы просто пожар был и все. И у каждого в доме аналогичная история. Жильцы обращались в управляющую компанию, писали главе республики, министру ЖКХ. Тогда крышу отремонтировали, но частично. С 97-го года во все организации пишу, чтобы нам перекрыли крышу. А они просто наносят латки. Эту крышу невозможно просто латками обойтись. Крышу надо сделать нормальную. Мы же просили, просили, что сделайте нам нормальное покрытие. Мы обратились в управляющую компанию, которая обслуживает дом на улице Кондрашина. Там о проблеме знают, обещали. В апреле этого года капитально отремонтировать кровлю. Почему работы не проводились раньше, объясняют так. Этот дом был в прошлом году, передан на капитальный ремонт. И он вошел в список капитальных ремонтов по этому году. Единственное, они не успели провести тендеры. Но подрядчик уже выбран, тендер проведен. И с апреля месяца сейчас к этому дому будут делать капитальный ремонт. Информировать население о том, что кровлю отремонтируют уже в апреле, управляющая компания не соизволила. Жильцы вынуждены отбивать пороги разных инстанций и писать средства массовой информации. Мэри Бадунс, Юрий Зимной, Служба новостей ИТВ, Красногвардейский район. Геннадий Бахарев, полученное введение муниципалитета имущества Крымпотребсоюза, передал МУПу Метроград. Акт передачи подписали на этой неделе. Тифок Гафаров встретился с коллективами симферопольских рынков на Куйбышевском. Руководитель остался тот же, на Центральном назначили временно управляющего. Коллектив при переходе сохранили в полном составе. На данный момент уже все коллективы приняты на работу. И данные рынки уже занимаются больше технические вопросы сейчас стоят. При заключении договоров на поставку электроэнергии и так далее. На данный момент готовится работа по заключению договоров. Начали договорную кампанию уже непосредственно с предпринимателями, совершающую торговую деятельность. То есть, в принципе, рынки полностью взяты подконтрольные. Я думаю, это первые в республике. Уже проведена инвентаризация имущества. Готовится необходимая документация для передачи сувениц согласно утвержденного ранее графика. Воздушные ворота Крыма празднуют юбилей. Международному аэропорту Симферополь сегодня исполнилось 80 лет. Созданный в 1936 году, маленький аэродром тогда обслуживал только один рейс в день. Сейчас сотни. Ежедневно через его терминалы проходят тысячи пассажиров. В последние два года нагрузка на сотрудников этого предприятия выросла в разы. Из-за отсутствия железнодорожного сообщения основной поток туристов прибывает к нам именно самолетами. Для большего комфорта построен еще один терминал. Усовершенствуется техническое оснащение аэропорта. Уже разработан масштабный проект реконструкции и расширения воздушных ворот полуострова. Уверен, что новый комплекс, который будет построен именно благодаря вашей работе, будет обслуживать свыше 8 миллионов пассажиров в год. Я лично не сомневаюсь, что аэропорт Симферополь в тройку войдет лучших аэропортов Российской Федерации и по количеству перевезенных пассажиров и по качеству обслуживания. Но в первую очередь аэропорт – это люди, это тот персонал, кто ежедневно встречает и провожает гостей Крыма. Лучших сотрудников предприятия сегодня на торжественном собрании поздравили представителей власти и вручили заслуженные награды. Такова была информационная картина этого дня. Спасибо, что были вместе с нами. Прямо сейчас о новостях спорта вам расскажет Тарас Бризицкий. В Симферополе стартовал чемпионат города по боксу среди 15-16-летних спортсменов. Соревнование будет длиться два дня, а уже в первый в ринг вышло более полусотни участников. Это золотой фонд. Ребят, говорит, был в 2000-2001 года, да? Это уже видно боксеры, которые уже сформировались. И у них есть будущее. Чемпионат города стал для местных боксеров открытием сезона. В турнире поучаствовали не только столичные спортсмены, но также представители Севастополя, Ялты, Феодосии, Красноперековска, Судака и других регионов. Соревнования организаторы уже по традиции приурочили к памяти ветеранов крымского бокса. На этот раз чемпионат проходит как мемориал Виктора Чернонога, Николая Синдетского и Михаила Кораблева. На стене стенд с фотографиями. Каждый из молодых спортсменов может познакомиться с историей бокса. Также в зале родственники легенд местного спорта. Также по традиции. Это боксер после военного времени. Наиболее, как говорится, успеху добился из них Черноног. Он был призером чемпионата Советского Союза, победителем турнира на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Бухаресте. И двукратным чемпионом России, и двукратным чемпионом Украины. Ну и являлся членом сборной команд Советского Союза. Первыми вышли на ринг представители весовой категории 42 килограмма. Это Талят Аметов из Сакского района и Энвер Канашкин из Судака. Со стартовым волнением лучше справился Аметов. Впрочем, победитель еще до боя четко знал, как нужно действовать, чтобы выиграть. Я старался, чтобы у меня держать технику, чтобы как бы бить правильно, двигаться на ногах правильно, чтобы наносить быстрые жесткие удары. Выиграл и Марлен Гостев из Нижнегорска. У севастопольца Руслана Мартыненко уже в стартовом поединке его фаворит думал о финале, что не помешало одержать уверенную победу. Соперник Гостева даже побывал на помосте. Однако выиграть Марлену удалось по очкам 3-0. На очереди финал. Бой проходил очень тяжело в связи с тем, что дыхание подвело. Выиграл благодаря опыту, я бы сказал, смекалке, подсказкам тренера. Мне помог лишь на опыт. У меня все бои где-то проходили с такими соперниками. Поэтому я знаю, как с ними работать. А тяжело провел бой. Дыхание подвело. Не был готов к такому бою. Финальные поединки открытого чемпионата Симферополя пройдут в субботу 23 января. А уже в следующем месяце сильнейших боксеров этого возраста ожидает участие в первенстве Крымского федерального округа.